Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать в Черкизово на стадион Сапсан-Арену, где сегодня в матче женской футбольной лиги встретятся команды Локомотив Москва и Звезда 2005 из города Пермь. Давайте поговорим о турнирном положении. Локомотив продолжает гонку за столичным ЦСКА, гонку за лидерство. На настоящий момент две московские команды разделяют всего два очка. Звезда в прошлом туре сыграла в ничью с Краснодаром 0-0, а до этого победила 2-0 «Зенит» и 5-0 «Чертанова». То есть соперники похожи, но результаты немножко отличаются. Хотя Звезда тоже очень здорово идет по турнирам. Запаникует Валентина Орлова, но она все очень правильно сделала. Открылась передача Ирина Зварича и угроза исчерпана. А здесь эта угроза только начинается в штрафной футболистке Локомотива. Будет прострел, нет, будет удар. И удар с острова угла. Мяч ударяется в сетку, но с внешней стороны Марина Федорова не точной оказалась. Гридача налево. На вес штрафную. Нет, достается мяч футболистам Звезды. А здесь дальний удар. И какой хороший удар. Плотный, очень сильный. Удался Ильине Самойловой. Но Ирина Зварич молодцом. Молнией ринулась в нижний угол. Метр за метр продвигаясь вперед. Локомотив мяч теряет, но тут же себе его возвращает. Отличная перепасовка. Штрафной удар в дальний угол. И не точно. Конечно, просит здесь Марина Федорова, мол, ну, можно было и мне передачу отдать. И, пожалуй, она права. Ина Якубова слишком уж поверила в свой удар и пробила с достаточно острого угла. Этот эпизод обошелся. Да, локомотив как будто какую-то дополнительную передачу включил. Нашел ее и очень-очень остро атакует. Здесь снова фола нет. Ну, а здесь уже был. Потому что подкат достаточно серьезный. И досталось Алсу Абдулину. Стандарт получает локомотив под занавес первого тайма. Навес в центр штрафной. И мяч остается в поле. Можно продолжать его играть. Нет здесь офсайда. Нет, офсайд, по-моему, уже и есть. Вот момент хороший, но великолепно. Игру показывает Ирина Зварич. Уже не первый раз мы ее сегодня отмечаем в первом тайме. Помните, когда Ирина Самойлова из-за пределов штрафной приложилась и из дальнего угла Ирина Зварич мяч забрала. А вот сейчас второй. Удар заканчивается. У нас стартовая половина встречи. Заканчивается она при счете 0-0. Но этот самый первый тайм был богат на события. И было очень интересно наблюдать за происходящим в Сапсона Арине. Давайте отдохнем. Вернемся сюда уже минут через 15. Анастасия Берендеева. Ну и также вот сейчас появляется Наталья Грипп. С футбольным полем нападающая. И поехали. Второй тайм. Матч. Локомотив. Звезда начался. После первых 45 минут у нас не открыт. Счет 0-0. Выполняется подача снова в центр штрафной. Снова попытка замкнуть. Не окончена атака. Зварич выбивает мяч, но продолжается наступление. Железнодорожница. Это было очень и очень опасно. И так оборачивается сейчас к скамейке. Держится за колено. Будем надеяться, что все с ней хорошо. А хорошо ли здесь все с атакой Лока? Защитницы Звезды разрушают ее. Но вторым темпом накатывает второй волной эта атака. Справа прострел в штрафную. Какая красота! 1-0. Елена Гриппова с передачи Алсу от Курины. Отправляет мячку в перекладь. Очень красивый пол. И на 58-й минуте Локомотив выходит вперед. 1-0. И еще раз насладимся. Даже почти две с половиной. И вот он, финальный свисток, который возвещает о победе Локомотива. 28 очков становится у Локомотива. Но у ЦСКА игра в запасе. И в ближайшее время она будет сыграна. Ну а Звезденье расстраивается. Поражение 0-1 в гостях с одной из лучших команд чемпионата. В этом туре Звезденье удалось опогнать Рязань. Но, возможно, удастся это сделать в ближайшее будущее. Спасибо вам большое, что были в этот день с нами. Любите футбол. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok